В настоящее время погода на территории Брянской области определяет мощный циклон, который пришел к нам с юга-запада. Это круговое воздушно-облачное образование высотой 9 километров, а его центр сегодня находится над Смоленском. Вот этот циклон наделал вот эту погоду, которая у нас вчера была и сегодня. До этого у нас было очень холодно, мы шли ниже нормы. И вчера у нас потепляло так, что мы пошли на 5 градусов выше нормы. Температуры дневные повышались до положительных величин, до 1 градуса тепла. Почти повсеместно по всей территории Брянской области. И все неблагоприятные явления погоды с этим связаны, конечно, были. Это и гололед, это и гололедица, это и усиление ветра до 16-15 метров в секунду. То есть, естественно, снегопад у нас выпал в Брянске 18 миллиметров осадков. Это почти половина месячной нормы. То есть, погода на самом деле резко ухудшилась с приходом вот этого юго-западного циклона. Сейчас этот циклон потихоньку смещается к северу, а ему на смену идет другой, но уже с юга. А вот южный циклон, это дело хуже, потому что он приносит с собой очень сильные ветра, очень сильные снегопады, гораздо больше, чем те, которые были. Снежные заносы, очень плохую погоду. И это все при низких температурах. Значит, положительных температур мы теперь не ожидаем. В ближайшие двое суток дневные температуры будут 3-6 градусов мороза. Ночью его крепость усилится до 10 градусов. А вот к субботе в регион придут 15-ти градусные морозы и сильные метели. Конечно, всех очень интересует, какая же будет, что у нас будет на крещение. Богу совершенно со стопроцентной вероятностью сказать, хотя так у нас, как говорят, не модно говорить, но оттепели мы не ждем. Температура будет абсолютно отрицательно точная. Значит, мы поднимаем, это не наши прогнозы, мы поднимаем прогнозы и американские, и германские, и нашего гидрометцентра. Они потихонечку температуры меняют, но все они остаются низкие температуры. То есть ориентировочно в крещенский мороз градусов 10-15 у нас должно быть. Сразу после новогодних праздников специалисты Брянского гидрометцентра занялись аналитикой и получили интересные сведения в пользу теории всемирного потепления. И хотела я сказать еще очень интересную вещь. Вот прошел 15-й год, мы провели уже успели тут 2-3 рабочих дня расчеты. Средняя годовая температура воздуха оказалась в 8 градусов тепла при норме 5,3. Мы просмотрели сегодня весь наш архив, весь архив. Никогда, ни в каком году, за весь период наблюдений не было такой высокой средней годовой температуры. На самом деле год оказался очень и очень теплым. 2015-й был не только теплым, но и жадным до осадков. Почти в каждом месяце синоптики не добирали норму дождя и снега. В результате реки ушли в зимовку, обмелевши наполовину. Сегодня все водоемы области подо льдом, толщина которого 15-20 сантиметров. И кратковременное потепление на его крепость не повлияет.